Выставка необычных обитателей дикой природы открылась в Петропавловске. Звездами мини-зоопарка стали подвижный гиббон, красавец-попугай Ара и цветочный медведь Кинкажу. Наша съемочная группа тоже подружилась с редкими зверьками и птицами. Знакомьтесь, это Абу, самая подвижная птица выставки. Попугай породы синий-желтый Ара. Организаторы отмечают, не прочь поболтать, знает около 20 слов. Правда, сейчас молчалив, наверное, стесняется. Да и не время. Побеседовать любит в основном по утрам и вечерам. Держать его не тяжело. Весит этот красавец около полутора килограммов. Ему шесть лет. То и дело норовит покрутить гайки на клетке или погрызть решетку. Он так точит свой растущий клюв. Еще одна звезда выставки – белоруки Гиббон Боня. Ей всего четыре года. Ребенок по обезьянним меркам. Озорная и непоседливая, она всегда собирает вокруг себя много народу. Очень любит внимание. Детей дергают за волосы, играют, разрешают себя чесать. Постоянно подставляют свою спинку, чтобы ей чесали. Показывают, где чесать, как чесать. Разрешают себя гладить. Любят обниматься, любят девушек. А вот и риска – млекопитающая порода с интересным названием кинкажу. Цветочный медведь – очень редкий зверек. Их истребляют ради необычного меха, рассказывают организаторы мини-зоопарка. В стране таких от силы пара. Сейчас и риска смешная и сонная. Она бодрствует в основном по ночам. Но за банан можно сделать исключение – попозировать и даже дать себя погладить. Они обитают в Южной и Центральной Америке. В основном они прячутся среди листвы, их в дно не увидят. Живут они, в общем, 30 лет. Питаются в основном фруктами. Также редко поедают птиц. Всего около 20 видов разных экзотических питомцев. В основном птицы. В живой природе обитают в Бразилии, Австралии и Южной Америке. Там, где можно понежиться на солнышке. Желтохоклый кокоду. Есть тукан тока, который, в принципе, уже занесен в Красную книгу, потому что их осталось единицы. Благородные попугайчики. Есть интересная птица Жако. Серый попугай, который попал в Книгу рекордов Гиннесса. По способности запоминать более полторы тысячи слов. А совсем недавно здесь появился енот-полоскун-ракета. Он еще малыш, ему всего 8 месяцев. А вообще живут они до 20 лет. Его сосед Насуха Анатолий. Сейчас он тоже крепко спит. Но когда проснется, не против пообщаться с посетителями. Им, кстати, здесь очень нравится. Общение с живой природой, я считаю, что это всегда идет на пользу детей. Есть птицы, животные, которых дети вообще не видели. Я считаю, для развития, для познания, для самопознания. Очень прекрасная выставка. Понравился больше всего попугай Ара. Потому что он шустрый такой, смешной. Погладить непоседливую Боню и спокойного енота, поговорить с попугаем Абу и не обойти вниманием ревнивых в какаду еще можно успеть. Выставка продлится до 28 августа. Александра Салминак, Азбек Арыкбаев. Новости МТРК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова